друзья всем привет сегодня мы с вами будем заниматься автомобилем reno kajar и будем мы сегодня менять термостат вернее ремкомплект термостата был куплен вот такой фирмы gates вот номер каталожный что вообще в этот ремкомплект входит это сам термостат вот такой маленький я если честно сказать впервые такой термостатик вижу скоба вот эта фиксирующая пружинка и сама прокладка которая прилегает у нас гбц пробег в автомобиле 232 055 симптомы какие во первых он нихрена не греется то есть максимум два деления давно мы уже так катались все никак не доходили руки но вот все-таки решили попробовать и возможно из этого что-то выйдет плюс ко всему подсекает антифриз именно с под корпуса термостата и стекает заднюю часть автомобиля это болезнь этих две теле и к 9k и вот будем в общем то эту проблему устранять погнали под капот так друзья снял декоративную крышку термостат у нас находится давайте включу фонарик этот фонарик мы уберем термостат у нас находится вот здесь он к нему идет датчик температурный чтобы до него вообще добраться удобнее было первым делом снимем аккумулятор для этого откручиваем гайки и снимаем аккумулятор все друзья готово аккумулятор у нас снят смотрите в аккумуляторе присутствует вот такая типа как я не знаю для чего это походу для изоляции для обогрева чтобы зимой аккумулятор сильно не нагревался аккумулятор мы открутили теперь чё делаем ждем чтобы двигатель немного остыл потому что он горячий и будем делать слив антифриза очень таким очень простым методом снимаем вот этот вот патрубок опускаем достаем его опускаем какую-нибудь там бутылочку сюда ставим насос и насосом сюда подаем давление у нас антифриз будет бутылку через это шланг выливаться не знаю получится в каджаре такое сделать но у себя в ценнике я так антифриз сливал когда менял термостат но сейчас будем пробовать так друзья пока все горячее такое буду так сказать освобождать доступ чтобы но ничего не мешало открутить сам корпус от гбц смотрите здесь стоял такой вот кронштейн на который крепится ну шумоизоляция двигателя вот так вот он держался там двумя болтами его открутил снял и теперь хочу вообще вот эту планку снять вот у 2 еще болтика головкой подголовку на 8 попробую открутиться ли вот эта планочка затем надо будет освободить вот этот патрубок сразу думал здесь его освободить но наверно вот там есть болтик вон у наверно его откручу и вот этот патрубок у нас уйдет в сторону надо короче в общем то по максимуму освобождать все то что мешает так пробуем сливать антифриз пробка закручена шланжик этот снят и то закинуть бутылку сюда шланжик с насоса ну и давай и вот мы видим что таким образом можно сливать антифриз довольно таки быстро вот таким друзья методом можно принципе весь антифриз двигателя слить и нигде ничего не облить нигде ничего не вымазать это уже идет у нас к 3 бутылка хорош насколько слили вот вам пожалуйста лайфхак ладно потихоньку так теперь для того чтобы доступ был получше возьмем открутим два вот этих болтика и опустим вот этот кронштейн вместе с проводкой вниз чтобы было ну легко и легко добраться до болту которая держит корпус термостат так друзья подразобрал общем здесь два болта открутил здесь планку эту проводку еще вниз убрал здесь фишку снял здесь провод держался все это ушло вниз и теперь принципе вот имеется доступ нам надо вот этот хомут снять и шланг с не вот именно здесь находится по идее термостат вот он прикручивается и вот этот хомут снять то есть снять надо два патрубка по крайней мере пока я вижу так ну и снять достать вот эту лиру и снять датчик температуры что друзья все корпус термостат 1 вот здесь получается его поверхность видим здесь с обратной стороны засохший антифриз этот антифриз стекает туда в заднюю часть двигателя потоком воздуха в общем то из трудности при демонтаже это вот патрубок там задний блин вон там не залежит мы получается неудобно здесь хомут стянуть и увести в сторону дальше что здесь вот он корпус вот корпус нашего термостата здесь на вот этой вот прорези стоит тоже фишка ее надо тоже снимать тоже неудобства ну и получается что корпус термостата подходит два патрубка вот этот я говорю что хомут тяжеловато снять но этот в принципе все довольно таки легко вот этот болт что я показывал не снимал я просто снял жгут они жут проводового соседней патрубок с этого крепления и вот так вот у нас выглядит сам корпус крепится он сверху двумя болтиками снизу датчик стоит крепится лирой просто лиру достаем и датчик вынимаем с этого отверстия вот наш термостат видите что он стоит на бок он ни разу не менялся потом стоит оригинальный видно на нем написано 83 градуса и почему вообще происходит течь вот этот прокладочка она просто со временем усыхается и нажимается теперь что делаем будем менять сам термостат и менять прокладочку плюс все это дело обезжирим и прокладочку пройдемся еще немножко герметиком и поверхность вот это которая которая прилегает корпус термостата ее надо желательно зачистить какой-нибудь мелкой наждачкой убрать вот эти вот все супли засохшего антифриза и тоже хорошенько обезжирить чем принципе сейчас и займемся чтобы достать термостат берем пассатижами нажимаем проворачиваем вот он достается вместе с пружинкой вот в таком порядке так потом пружинка и пружинка сразу с термостатом так друзья смотрите корпус полностью отмыт высушен все он в принципе готов к установке дальше что хотел показать вот термостат старый вот новый они абсолютно одинаково старый конечно весь накипи напомню что на 83 градуса и тот и тот что хотелось еще отметить смотрите справа у нас пружина новая слева старая то есть старая пружина она уже просе уши не знаю влияет это на что-то или не влияет но обязательно пишите в комментариях дальше датчик почистили он тоже был весь в какой-то такой накипи номер датчика может кому-то понадобится так вот смотрите вот я думаю что зафиксировано так дальше что хотелось еще показать смотрите вот так сделаем толщину прокладки самого корпуса справа черная новая а слева оранжевая кто растяло вы посмотрите насколько старая потом по толщине меньше новый так что вот принципе весь рэм комплект все друзья рэм комплект у нас заменен старая отлаживаем термостат у нас стоит все нормально пружинку поставили все окей сейчас слегка мы занем канавку герметиком ставим прокладку и заново по прокладке тоже немножко герметиком пройдемся и устанавливаем здесь поверхность вычищена и готова к установке корпус уже на месте дотягиваем болтики напомню что крепится на трех болтах подголовку на 8 так друзья в принципе все собрано будем заливать антифриз сразу покажу на вообще в к 9 к присутствует сколько у нас три спускника первое то здесь на корпусе термостата он видим это пластиковым барашечка второе здесь это обратка нет вообще не знаю куда это идет это или на турбину это охлаждение идет или на игр на игр скорее еще и третьего на там выход с печки сейчас в принципе отпускаем все три но тут тоже система такая что первое надо откручивать вот это спускник который спичкам самый низкий второе здесь на корпусе термостата и 3 вот этот самый верхний все все три откручиваем по порядку и стравливом воздух заливаем антифриз смотрите открутили все три спускника вот они если вот этот легко пошел который здесь стоял сверху на корпусе термостата в принципе тяжело но тоже рукой открутился то там на печке вообще откручиваться не хотел и вот тоже такой лайфхак ключик на 9 именно с мелкими гранями становится как раз в головку то штуцера шлицы и с помощью ключика срывается все заливаем антифриз так друзья в принципе залили то что слили первым пошел антифриз вот через этот спускничок на корпусе термостата потом пошел с печки и вот этот последний помогал прокачиваясь вот там снизу шланг идет толстый засула ту руку и шланг отжмякал и воздух быстрее выгонялся в принципе все собираем все в обратной последовательности все сделали будем запускать все и теперь будем греть ну-ка язык у нас кстати они русский не сбился нормально все ну-ка здесь менюшка не сбилась не все нормально странно обычно раньше если снимали аккумулятор по язык сразу разбивался ладно все друзья проехали держит четыре отделения температура кстати два деления загорается когда достигает температура пятидесяти градусов я подключал делаем к сейчас стоит сканировал и четыре деления появляются при температуре двигателя 80 градусов все и ровно на восьмидесяти трех градусах открылся термостат то есть видно все по графику упала сразу где-то до семидесяти семи и потом выросли и удерживаться в диапазоне восьмидесяти трех градусов на следующий день съездили с отцом город мозырь на его родину температура двигателя всю дорогу держалась четыре деления не прыгала то есть термостатами с датчиком все хорошо расход топлива также снизился он составил 48 литра на 100 километров ехали всю дорогу в районе 120 километров сейчас связано ли снижение расхода топлива с заменой термостата или нет тут точно сказать не могу если сами надумаете сделать эту работу в принципе ничего сложного не спеша можно все аккуратно сделать планировали также в мозыре встретиться с блогером адамом адамовым но так сложилось что по времени не получилось думаю следующий раз обязательно встретимся но на этом друзья все всем спасибо большое за просмотр всем все самого наилучшего удачи и конечно же до скорых встреч всем пока и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!